Господин Загадкин – старомодный аристократ. Он пригласил ландшафтного дизайнера Беллу в свой шикарный загородный особняк. Он говорит, «Ваша задача – посадить семь деревьев». Я утрою вашу зарплату, если вы найдете способ посадить шесть ровных рядов деревьев. Кроме того, в каждом ряду должно быть по три дерева. У вас есть идея, как Белла может выполнить это задание? Белла должна посадить три дерева в вершинах треугольника. Еще три дерева должны быть посажены в центре каждой стороны треугольника. Последнее дерево должно быть посажено в середине. И вуаля! Работая в саду господина Загадкина, Белла находит три спрятанных слова. Сможете ли вы тоже их найти? Вот эти скрытые слова. Дерево, ферма и растения. Местный садовник устроил викторину. Он задает один и тот же вопрос каждому встречному. Но каждый раз ответ на него разный. Сможете ли вы угадать вопрос? Вопрос, который задает садовник, сколько сейчас времени? Вечером Белла направляется в местный ночной клуб. По дороге она замечает три ошибки на плакате. Сможете тоже их увидеть? 32 декабря не существует. На светофоре нет зеленого света. И у трамвая нет рельсов. Парень Беллы, Тайлер, выступает со своей танцевальной группой в 11 часов вечера. Белла немного опаздывает, поэтому, войдя в ночной клуб, она видит Тайлера и его команду на сцене. Ребята танцуют в одну линию. В этот самый момент Тайлер стоит на четвертой позиции как с одного, так и с другого конца ряда. Можете определить количество танцоров? В танцевальной группе Тайлера семь человек, включая его самого. Тайлер был третьим с обоих концов, то есть перед ним было три танцора, сзади тоже. После выступления Белла бродит по клубу и видит двух парней в вип-зоне. Можете сказать, кому здесь не место? Парню слева. Оба парня выглядят помято, но тот, что справа, одет в костюм и в отражении видно, что у него в кармане есть деньги. Возможно, у него просто плохой день. На следующий день Белла получает приглашение поужинать с господином Загадкиным. Белла соглашается и вечером приезжает к нему домой. Она входит в столовую и сразу же замечает четыре странные вещи. Вы тоже их видите? У этой свечи фиолетовое пламя. Кто-то подглядывает через глаза на портрете. Камин горит без дров. И, наконец, обе руки у господина Загадкина левые. Во время ужина господин Загадкин говорит Белле. Я так благодарен за вашу работу. Я решил сделать вам подарок, если вам удастся разгадать мою загадку. Так что слушайте внимательно. Меня можно воплотить в жизнь, а можно разбить, даже не прикасаясь ко мне. Что я? Сможете помочь Белле разгадать эту загадку? Правильный ответ – мечта. Белла разгадывает загадку и получает обещанный подарок от господина Загадкина. У подарка есть клавиатура, но это не компьютер. Что это такое? Правильный ответ – пианино. Белла входит в библиотеку господина Загадкина. Внезапно он запирает дверь. Окна тоже заперты, поэтому Белла оказывается в ловушке. Она осматривается и находит тайный выход. А вы можете его увидеть. Посмотрите на пол. Под ковром спрятана дверь в подвал. В подвале Белла находит дверь, ведущую наружу, но она заперта и требует пятизначный пароль. У вас есть идея, как ее открыть? На стене есть подсказка. Каждое изображение содержит разное количество цветов. У радуги семь цветов, у облака один, у птицы четыре и так далее. Поэтому правильный пароль – 17421. Белла сбегает из дома господина Загадкина и теряется в лесу. Есть три возможных способа пересечь эту местность. К сожалению, только один путь безопасен. Сможете догадаться, какой именно? Белла должна выбрать второй путь. Белла прибывает в ближайшую деревню в горах. Она заходит в местную закусочную, чтобы позвонить в полицию, но она жалеет о своем решении, как только попадает внутрь. Почему? Это деревня вампиров. Никто из клиентов ничего не ест. И еще она единственный человек, который отбрасывает тень. Белла убегает в горы и находит три тоннеля. К сожалению, каждый путь скрывает какую-то опасность. За первой дверью находится клетка с голодными львами. Второй тоннель наполнен газом, который токсичен для любого человека. А в третьем тоннеле поджидает огромный дракон. Сможете помочь Белле выбрать самый безопасный вариант? Белла должна выбрать первый тоннель. Львы находятся в клетке, поэтому она сможет просто пройти мимо. Теперь Белле нужно перебраться через бурную горную реку, перепрыгивая с камня на камень. Но ей трудно выбрать последний шаг. Сможете ли вы ей помочь? Каждый камень обозначен определенным числом. 1, 2, 4, 7, 11, 16. Эта последовательность образуется путем прибавления цифр 1, 2, 3, 4 и 5. Следовательно, оставшийся камень должен быть 16 плюс 6. Белла должна выбрать камень 22. Наконец Белла находит шоссе. Три человека предлагают подвезти ее, но только один из них надежен. Сможете ли вы угадать, кто? У машины второго парня нет номерного знака, и она недавно была покрашена. Так что машина, скорее всего, угнана. Посмотрите внимательно на руку третьего парня, он зомби. Белла должна выбрать с первого парня. Белла возвращается домой и обнаруживает, что кто-то ограбил ее квартиру. Она звонит в полицию и расспрашивает трех соседей. Райан говорит, мне кажется, я слышал странные звуки из вашей квартиры два часа назад, но я подумал, что это телевизор. Питер говорит, я заметил подозрительного разносчика возле вашей двери около часа назад, когда выносил мусор. А Эмма говорит, я только что вернулась из командировки в Лондон, я не знаю, что здесь произошло. Кто лжет? Питер сказал, что вынес мусор час назад, но перед его дверью до сих пор стоит полный мусорный пакет. Мухи вокруг него говорят нам о том, что пакет здесь уже давно. Следовательно, Питер лжет. На следующий день Бэлла заходит в супермаркет, чтобы купить продукты. Менеджер жалуется, что кто-то украл арбуз. Бэлла сразу же замечает вора. А как насчет вас? Этот поддельный баскетболист – вор. На мячи видна застежка. Бэлла идет по улице. Она проходит мимо трех парней, которые заняты мытьем своих машин. Через некоторое время Бэлла понимает, что ее кошелек пропал. Она возвращается к парням и спрашивает, кто-нибудь видел мой кошелек? Все трое парней отвечают отрицательно. Но один из них вор. Сможете ли вы угадать, кто? Это парень слева. Уровень воды в его ведре повысился после того, как он бросил туда бумажник Бэллы. Бэлла подходит к стоянке. Обнаруживает, что кто-то угнал ее машину. Она звонит в полицию. Полицейские начинают преследовать вора. Отсветка над номерным знаком машины Бэллы не работает. Кроме того, у полицейской машины неисправны фары. Но в конце концов, полицейским удается поймать вора и вернуть машину Бэлле. Но как? У вас есть идеи? Все произошло днем, поэтому не понадобились ни фары, ни подсветка над номерным знаком. Бэлла приходит домой и открывает холодильник, чтобы взять что-нибудь перекусить. И сразу же начинает сердиться на своего парня. Тайлер, ты опять съел мою еду? Тайлер отвечает. Нет, я ничего не ел. Можете понять, кто лжет, глядя на две фотографии? Тайлер, он взял эти пять предметов из холодильника.